Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия по бюджету к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции, и приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер, но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. 11 тепловизоров и 50 раций направлены мобилизованным из Карачаева-Черкесии в зону проведения специальной военной операции. Для граждан, призванных в соответствии с указом президента на военную службу по мобилизации, Вооруженные силы России правительством страны продлены сроки уплаты имущественных налогов. Так, направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря этого года, включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает. Новое налоговое уведомление будет направлено мобилизованному после получения налоговым органам информации о его увольнении с военной службы. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» запущен региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаевой Черкесии на передовой. Всё будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаевой Черкесии Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях. И, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно отвлекались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идёт про ребят из Карачаевой Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется ещё больше людей. В Доме правительства республики наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений и Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке. В обоих конкурсах приняли участие более 8 тысяч школьников из 12 муниципальных образований региона. Авторами лучших работ стали 27 из них. Ребят наградили дипломами и ценными подарками. Наставники получили благодарственные письма за высокий уровень подготовки победителей и призёров федерального и регионального этапов конкурсов. Карачаева Черкесия согласно результатам рейтинга цифровой зрелости среди российских регионов вошла в число регионов-лидеров и уверенно удерживает свои позиции. По словам начальника отдела цифрового государственного управления Министерства цифрового развития Карачаева Черкесии Александра Охременко, такие высокие показатели достигнуты в том числе благодаря жителям республики, так как каждый человек, который использует онлайн-сервисы, повышает рейтинг цифровой зрелости региона. Карачаева Черкесия в 2022 году вышла на первое место и уверенно его занимает в течение этого года среди регионов СКФО по показателям цифровой зрелости. В эти показатели входит пять отраслей. Это здравоохранение, образование, развитие городской среды, транспорт и государственное управление. Четыре школы Черкесии станут площадкой для написания экологического диктанта. Жители республики с 11 по 27 ноября смогут проверить свои знания по экологии. Написать «Экодиктант» можно и онлайн на официальном сайте ecodiktant.ruz. Оффлайн-площадками ежегодной просветительской акции в этом году стали средние общеобразовательные школы номер 2 и 12, центр образования номер 11 и лицей номер 15 Черкеска. Участникам в течение 45 минут предстоит ответить на 25 вопросов. Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии за последние 6 лет увеличился в два раза, до 1 миллиона 700 тысяч человек. По-прежнему популярными направлениями среди гостей республики остаются горнолыжные курорты Архызе-Дамбай, а также Тибердинский национальный парк и туристический комплекс Медовые водопады. Власти региона намерены поддержать проекты развития туризма. На эти цели направят более 340 миллионов по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архыз, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства страны и получении финансовой поддержки на развитие туристической отрасли, которая в нынешнем году получила господдержку от федерального центра в размере 342 миллионов рублей. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги и сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках, и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. В связи с изменением с 1 декабря текущего года законодательство в части формы полиса ОМС и перехода на единый регистр застрахованных лиц, страховая медицинская организация МАКС-М предупреждает, что записи с неактуальными данными могут не попасть в единую базу данных. По этой причине необходимо проверить данные полиса ОМС и в кратчайшие сроки обратиться в офисы филиала МАКС-М. Пенсионный фонд и Минцифры страны запустили на портале госуслуг сервис, который позволяет молодым мамам обратиться за ежемесячным пособием по беременности и родам. Право на такую выплату есть у женщин, которых Центр занятости признал безработными в течение года со дня увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия, либо прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката. По результатам Всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство Росмолодежь, 42 субекта России получили субсидии на развитие молодежной политики в числе победителей Карачаева-Черкесия. Подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаевская Республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в среднелегкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской Республики. Центр подготовки специалистов в сфере туризма – это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также в свою очередь не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. Всего в наступившем эпицезоне ОРВИ гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. Два года назад была введена в эксплуатацию Усть-Жгутинская «Малая ГЭС». За два года электростанции было выработано и передано все 30,5 миллионов киловатт-часов чистой электроэнергии. Усть-Жгутинская «МГЭС» отвечает всем высоким экологическим требованиям. В работе станции используется вода, которая раньше просто пропускалась через водосброс Усть-Жгутинского гидроузла. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкеск-Дамбай, граница с республикой Абхазия, на маршрутом отрезке от столицы региона до Усть-Жгуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор-Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. В Карачаево-Черкесском университете имени Умара Алиева полным ходом идет ремонт корпуса естественно-географического факультета, построенного еще в 30-х годах прошлого века. Важная задача, которая поставлена перед строителями – сохранить первоначальный облик старого здания. Комментирует информацию ректор университета Толсултан Узденов. Мы очень надеемся, что к концу года, это запланированный период, мы сможем сдать это здание и уже с нового неучебного года, календарного года наши студенты и преподаватели будут работать уже в новых эстетически вдохновляющих условиях нового факультета. То, что делается, должно вписываться в естественную природную архитектуру. С другой стороны, студенчество – это шаг в будущее. Это молодежь, это трансформация. В то же время должно быть и модно соединить классику, традиции и желание идти вперед. На сайте Яндекс.Афиша жители Карачаево-Черкесии могут ознакомиться с культурно-образовательными и патриотическими мероприятиями, которые будут проходить в республике. В предстоящей неделе обещают быть насыщенными на события, ознакомиться с которыми можно по ссылке афиша.яндекс.ру.черкеск. Здесь также можно приобрести билеты. В Черкесске прошел открытый урок по самообороне. Мастер-класс для ребят провел директор Республиканской комплексной спортивной школы «Победа», президент и тренер клуба «Дикая дивизия», известный спортсмен Азамат Кубанов. Он показал ребятам самые распространенные приемы, которые им пригодятся в экстренных ситуациях. Затем мальчишки и девчонки отрабатывали их в парах под руководством наставника. В Черкесске по инициативе регионального министерства по делам молодежи прошло мероприятие, посвященное профилактике экстремизма в молодежной среде, на котором в частности акцентировали внимание на роли религиозных институтов и национальных общественных организаций в сохранении традиционных духовных и культурных ценностей. Комментирует информацию о первополномоченной Центра противодействия экстремизму Оксана Кочубеева. На сегодняшний день причиной этому является такая сеть, как интернет, где они могут получить разнообразную информацию и не всегда правильную и достоверную. Поэтому об этом нужно говорить, нужно направлять и проводить профилактику. И то мероприятие, которое организовало Министерство по делам молодежи, это очень важно для того, чтобы обезопасить молодежь именно в сети интернет. Более километра береговой линии, 200 волонтеров и 250 мешков собранного ими же мусора. Это предварительные результаты, заключительные в этом сезоне экологической акции «Вода России». На этот раз убрать мусор на берегах рек. В Прикубанском районе вышли студенты Северокавказской госакадемии, работники Министерства природных ресурсов в Карачаево-Черкесии и неравнодушные жители республики. Подробности сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. Акция у нас с 2014 года реализуется. Раньше она была как небольшое экологическое движение, которое потом переросло в национальный проект. Это сохранение уникальных водных объектов, национального проекта «Экология». С 2019 года в рамках указанного у нас проекта реализуется. И, конечно, основная цель – это не только уборка берегов водных объектов по всей России, но и привлечение вопросов населения, жителей, регионов к проблемам загрязнения водных объектов. То есть даже статистика нашего региона 2014 год – это порядка 20 участников, и 2022 год – это уже порядка 200 тысяч участников. Там 180 тысяч человек, и мы уже к такой цифре подошли. В Ставрополе прошел краевой турнир по легкой атлетике памяти мастера спорта СССР Николая Гнедова. Легкоатлеты Карачаева-Черкесии выступили достойно, завоевав различные награды. Победителями стали Данила Макаров в беге на тысячу метров, Кирилл Духин в беге на 60 метров с барьерами, Александр Мирошниченко в толкании ядра, Милана Магулаева в прыжках в длину и Максим Шкергин в прыжках в высоту. Одну золотую и одну бронзовую медали привезли наши борцы по итогам 17-х международных соревнований по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувасяра Сайтеева в Красноярске. Амаль Джандубаев и Амаль Кирейтов в очередной раз достойно представили нашу республику. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями «Сухопутный маршрут». Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около семи часов. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!